2022 год и в Молдове объявляется год комбатанта, год военного преступника. У нас год здоровья, а там год комбатанта. О чем это говорит? Исключительно о реваншизме. А потом там запрет георгиевской ленточки, запрет советских фильмов про Великой Отечественной войну. Ну что ж, они весьма последовательны. Если вы внимательно посчитаете европейскую или американскую прессу, там полностью отрицается участие Советского Союза и победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В общем, прискорбно, даже, наверное, страшно наблюдать за теми событиями, которые разворачиваются в современном мире, где нацизм и фашизм поднимают голову. И те, кто раньше был палачом, сейчас герои, их восхваляют, им аплодируют в парламентах некоторых государств. И не иначе, как реваншизм, нацистско-фашистский реваншизм, это, в принципе, не назовешь. Это современный мир. Мы не должны прогибаться под этот так называемый современный мир. Мы не должны прогибаться под фашизм. Мы должны противодействовать этому своей гражданской позиции, своей государственной позиции во имя памяти и во имя нашей свободы. Молдова, она использует складывающуюся ситуацию, своих интересов, опять включая нам различные барьеры, санкции, блокады и так далее. Сейчас Молдова задерживает медицинские грузы, медикаменты стоят там, Молдове, изымаются номерные знаки, задерживаются грузы продуктов питания, задерживаются яды химиката для сельского хозяйства. Блокируется работа метеорологического завода, объявлена финансовая банковская блокада Приднестровью. С июля 2019 года Молдова перестала исполнять ранее подписанные соглашения, все протоколы, сорвала итоговые подписания Братиславского саммита формата 5 плюс 2. Все, точку. Поставили точку на всем переговорном процессе. А потом началась пандемия. Украина закрыла границу по просьбе Молдовы с нашей стороны. И все наши грузы ехали через Паланку, через Украину, на территорию Молдовы, потом к нам. Украина пропускала проблем нет, претензий к Украине нет. Но Молдова держала наши грузы до двух месяцев. Молдова ждала смерти людей, проживающих в Приднестровье. Ждала, что мы провалимся, чтобы еще раз нас обвинить в том, что мы не справляемся в ситуации, и что это так называемая независимость, она не способна спасти жизни людей в сложной ситуации. Мы не допустили того, что желали нам. Спасали людей и показали, в принципе, неплохой результат. 23 июня 1990 года парламент Молдавской ССР объявляет о чем? О суверенитете Молдавской ССР от Советского Союза, верховенство законов Молдовы над законами Советского Союза. Но Молдова, в отличие от всех союзных республик, пошла еще дальше. Они все впереди были, планеты всей. Они заявили о ничтожности пакта Молотрия и Бентропа и незаконности создания Молдавской ССР, то есть той территории, где они сами находились. То есть, если все вышли, как бы сделали первый шаг к выходу Советского Союза, так Молдова сделала шаг с выхода и с Советского Союза, и с Молдавской ССР. По большому счету, это был такой некий двойной сепаратизм. Молдова – сепаратисты. Какие мы сепаратисты? Мы что, от кого-то отделялись, откуда-то выходили? Нет. Мы-то стали называться ПМССР. Мы еще год находились в втором правовом пространстве. Если Молдова, да и Юре отказалась от Приднестровья, в чем тогда проблема? Любой маломальский юрист подтвердит наше право на самоопределение. Все. Точка. Вот эти вопросы надо постоянно задавать молдавским коллегам. А в чем проблемы? Ваш парламент отказался. Давайте идем дальше. Мы способны на сегодняшний день оформить наши отношения с Молдовой, подписать мирный договор с ними на тысячу лет вперед, гарантировать безопасность друг другу и жить в отдельных государствах. Скажите мне, пожалуйста, от этого мир что, станет хуже? Либо мы, скажем так, поставим под угрозу глобальную европейскую безопасность? Нет. Ни в коем случае. Мир станет только лучше. Кто проживает в Приднестровье? Румыны? Нет. Молдаване? Нет. Только русские? Нет. Украинцы? Нет. И все остальные народности, национальности всего 72 у нас. У нас проживает многонациональный приднестровский народ, состоящий из всех национальностей, как большой семьи, которые говорят на своем родном языке, исповедуют свою религию, культуру, свои традиции и сохраняют свой этнос. Это и есть Приднестровский многонациональный народ. Почему у нас нет национальных конфликтов? Да потому что мы никогда не наступали на язык никому, не запрещали говорить народном языке. Вот и все. Ответ простой. А те государства, которые посягают на этот язык, посягают на идентичность, сразу сваливается конфликт. Моментально. Мы не угрожаем нашим соседям, ни Украине, ни Молдове. Хотя провокации, такие информационные диверсии, они есть. Но я поправлю свою позицию. В случае нападения на Приднестровье однозначно мы дадим отпор.